Пубертат увидел мир Дорогие друзья, добрый день Я снова с вами, Суперсус Как говорится, сегодня отправляемся Под Киево-Печерскую Лавру Мы находимся сейчас под склонами Киевской святыни Покажу вам сегодня Монашеские крутые тунели эвакуационные Покажем классный маршрут У нас сегодня гость будет, у нас много интересного Сегодня будет, я там 15 лет уже не был Вспомнил старые юношеские Свои маршруты, как я Чернечими, как говорится на украинском Монашескими ходами путешествовал раньше А сегодня все это покажем вам в видео Монашеские пещеры Все это вот так вот запутано Отсюда, собственно-то, и начался Киев И в конце мы вам покажем, попробуем залезть Под старинную закопанную церковь Под исторические монашеские ходы Как монахи путешествовали и убегали Через ходы в Днепр И садились на лодки и плыли в Грецию Друзья, еще хочу сказать У нас стартует интересный конкурс У нас есть вот такой военный тактический Сталкерский супер противогаз А чтобы его, значит, заполучить Надо подписаться на наш канал Поставить лайк и написать комментарий Комментарий следующего рода Что бы вы хотели от Сусанина и банды Суперсуса, что бы мы сделали в следующем блоге Или задание какое-то Или что бы мы куда-то пошли Напишите самый оригинальный комментарий Получит вот такую вот военную маску Пацаны, результаты розыгрыша Ровно через неделю В сториз в нашем инстаграм Все, дерзайте Против ваш будет Ты ж помнишь, ты мне деньги должен За телефон Что у меня мусора забрать Я сейчас у тебя его заберу Меня как переклинило Сейчас руки трусятся Кофе перепил Так, друзья Еще раз всем здравствуйте У нас сегодня Сергей Трейсер Вы его уже знаете Это профессионал Именно веревочник страшный Он именно профи в этих всех штуках Мы сейчас находимся у склонов Киева-Печерской лавры По всему миру известной И мы покажем сегодня вам туннели Как монахи убегали в древности От казнь, наказаний Короче, в Днепр выныривали Через подземелья современные И несовременные Короче, текали монахи через пещеры А там будут большущие перепады Видите, какой склон холмистый киевский Поэтому Серега любезно предоставил нам веревку И снаряжение Вот И как бы он шарит в этом пользоваться Потому что мы дуб дубом в этом Поэтому у нас вся безопасность на МАЗИ Техника безопасности Превыше всего Есть каска, жилетка от перчатки Снаряга Все будет хорошо Меня немножко волнует Что я вообще не имею представления Куда мы спускаться будем Что будет происходить И что мы сегодня увидим А в этом-то интрига Я сам не знаю, куда мы идем Так что класс, полетим, посмотрим, что там Все, друзья Я ее даже не проверял Глянь, блин, склад, тупо склад Хорошая? Глянь, складское помещение Это на OLX продают люди Которые сами крадут в бомбоубежище Где-то по-тихому выносят И, короче, продают Так что, может быть, это ворованное Знаешь, знаешь, что делается Все, Сусанина, одели, обули Что, ты доволен? Серега, как ты думаешь Я счастливее, чем Сусанина Этой планете человек Привезли на машине Кофе им напоили Пуговицы повставляли Лежа Накормили В дренажку занесли Сейчас вынесут Назад домой привезут Я думаю, что Сусанин Самый счастливый человек На этой планете Вообще кайф Вот это жизнь Вот это, Димон, спасибо тебе Класс Жизнь, что сказка Как говорил Егор Летов Какой костюм подрыл Тебе фуражку подали Говорит, подали Говорит Тебе принесли Конечно Фуражку тебе принесли Новенькой приятно? Да, чистенькая, да, у меня Я же не люблю Я же гамаюн Я все грязное люблю Такое Не буду в чистом Говорили в детстве? Не хочу в чистом ходить Хочу в грязном Как-то Поэтому включаешь лампочку И она покажет Здесь лампочка вдруг потухнет Значит газы И не зайти дальше У нас будут какие-то узкие Сусанин проходы? Ущайшие Будут самые ущайшие проходы Которые только можно выдумать Нет, можно и на четвереньках ползти будет Или вообще надо будет лежа там как-то карабкаться Ну будет пару участков Где надо будет на пузе ползти Я понял Просто обычно двери, знаешь, открываются Либо так А это именно подземные двери Я же все-таки никогда не встречал Да Ты справишься? Сус, помогай Еще? О, смотри, где там рамлик какой Вернуемся Ну, в общем-то, все нормально Все под контролем Мы спустимся в колодец А выйти с него мы сможем потом? Постараемся Я понял На самом деле, просто я там никогда не был Мне всегда будет интересно Твой номерок из 50 шоу там Ну все, есть возможность Значит спустимся Если что, придется назад крапкаться Как-то разберемся Вон, полетели Короче, пацаны У нас есть карта Даже несколько карт Этой системы Короче, это вся система Вот этого лаврских склонов Видите? В данном случае Мы вот здесь вот Потом выйдем в другую систему И здесь в Днепр выйдем Они все на одном уровне Или несколько уровней? Нет, в том же есть и прикол Что это так называемые цирки Вот, видишь, она 3D-схема даже Вот, мы идем вот так вот Раз, перепад, два, перепад Три, перепад И вот здесь будет у нас спуск, видишь? Спуск на веревке? Да, через разрушенный колодец Такая глубина спуска? 15 метров 15 метров на веревочке Да Хотя бы разбираешься по этим картам вообще? Да, конечно Просто влево, влево, влево Все время влево Ребята, добрый день Мы обслуживаем эти штольни Супру Значит, нас интересует Порядок, дегарантируете? Все хорошо Да, у нас легкие снаряжения Мы закроем, все нормально Просто понимаете Салаги бывают залазить То инструмент Мы уже много лет лазим Мы опыт имеем очень большой в этом все То бывает Мы ничего не обманим Все хорошо Ну я знаю, что есть культурные диггеры А есть такие, которые беззываются У нас ютуб канал Суперсус Если что, заходите, посмотрите Спасибо Мы закроем, спасибо Короче, пацаки, вы поняли Это подошел официальный сотрудник Который обслуживает эти коммуникации Вежливо поинтересовался Чтобы мы себя порядочно вели И все, говорит Гуляйте, но ничего не ломайте Друзья, спасибо Ну что, пернаем? Заходи, я в последний день Давай Отходи, пускай Пускай, пускай Давай Давай, дверь Все Как по ушам дало Добро пожаловать в подземелье Назад дороги нет Меня зовут Сергей Трейсер Сегодня я в гостях у Суперсуса Посмотрим, куда он нас сегодня заведет А куда я его заведу? Я сам не знаю, куда я его заведу Потому что я захотелся на движение Чтобы спуститься в свои корыстные цели Так что я сегодня сам себя поведу Будем иметь в виду сегодня И говори, камера спишет Так, друзья Только началась наша экспедиция И у нас сразу образовалась проблема Недобросовестный человек Горе ему Продал плохую химзу Она разорвалась А перед этим он ее явно где-то украл Будем жаловаться, когда вылезем, конечно Но сейчас такая ситуация неблагонадежная Зашли, я вот так, знаешь, присыгнулся Немножко пошла на грудь Я говорил, что от этого жизнь будет зависеть вообще ему Да И он как бы сошелся на совести своей? Да Капец, что за люди? Безобразие, безобразие Купили брак И скорее всего это костюм ворованный из бомбоубежища Или со склада офицерской где-то Ох Короче, это штольни для отвода грунтовых вод И из-за того, что вот так вот склонны прорезаны высотами Мы сейчас на разных ярусах будем ходить Когда строили это советские в 70-х годах То натыкались на старые монашеские пещеры Ходы и прочую-прочую штуку Я сейчас покажу Я нашел какой-то кирпичный тоннель Ну сейчас все увидишь Скажи, а не грех вообще залазить туда Обычным людям? А куда? На тебя что, грех влияет? Если бы на меня грех влиял У меня бы уже и усы, и борода барпат Я думаю, нормально Мы же ничего плохого не делаем Там святыню никую не трогаем Изначально-то вся эта гора Она в Божеке Типа образовалась на том Что типа плыли варяги С севера на восток Как бы в Киев всегда был транзитной зоной Здесь грузы, золото охранили Всякую штуку перевозили И в склонах просто прокапывали Маленькую ямку Туда залазили на ночь Потому что здесь в этих склонах Очень много разбойников было закапывать И чтоб ночь переночевать Чтоб золото не украли В том разбойники нашли его Херенак зарезали А золото не нашли Которое он рядом прикопал И оттуда ваши Типа вот эти легенды прокладывали То есть мы сегодня можем еще и золото найти Если на форту не отходим Вполне Ну я не знаю Насколько это надо быть Как бы ну фартовым Но да Я покажу Я вчера начал ход колупать Да это надо было комрада привлекать Для этого Ну короче Я покажу Я вчера Ну я тебе вот сейчас Не вру Не на камеру Я вчера начал ковырять ход Это займет конечно Очень много времени Но я тебе в целом покажу Что Там ну я четко в очертаниях Покажу как это делается Там видно что кирпичи уже В советское время Жидким стеклом заливали И там что-то был Какой-то проход Большой психологический рост Но это дальше не будет Пойдемте Переплаты смотреть Интересно Дальше будет интересней Что это псилоцибы? Ну какие-то грибы Я не особо Я же не гриболог Кстати вот грибологом Я не работал ни разу Слышишь Андрюха Давай сверимся с картой вообще То есть мы вот здесь? Нет Где? Дальше Здесь? Нет, назад Тут? Вот да Ааа И нам сюда? Да И тут самая жесть Да Прямо под Лавру идем Мы сейчас под ней находимся Уже Стены Святского собора Ага Пан Иисус В какой ситуации мы очутились? Вот эта штука Как у тебя дома в электрочайнике У меня тут такой штуки в электрочайнике Ты уже второй раз на меня А ты его когда открывал Электрочайник? Я когда открываю У меня постоянно такая хуйня И короче Если не использовать электрочайники Калугон Вот такое все короче Облипает Ну то есть это обычный кольцит Такой же как и дома То есть ничего страшного У нем нету Но такие вот штуки Очень быстро образуются Друзья Пока мы тут ладим Для вас снимаем влог Хочу напомнить Что у нас есть фирменный магазин Суперсус.шоп Заходите Покупайте наши фирменные шмоточки Поддерживайте Сусанина Носите классные брендовые вещи О Суперсус.шоп с вами А мы летим Снимать дальше Для вас контент Контент Котоферич еще говорил В прошлой серии Смотри видишь Арматура повыгинала Это все морное давление То что я тебе говорю Видишь балки трескаются Вот эти бетонные Внутри арматура А какая вероятность Что она сейчас на нас рухнет Что вообще любая Там за ней огромная толща глины Писка и воды Огромный вот такой пузырь Который ждет Если вот эта штука сейчас треснет Я не знаю Если мы найдем видео Или фотки Я покажу Когда-то в начале 2000-х На склонах Днепра Разорвало 50 метров Туннеля Просто раскидало По склону Как пробку вот так вот вырвало Выплюнуло Просто эти балки Разлетелись по склону Как спички Огромные-огромные Тысячи тонн этой породы За стенкой Серега Тебя эта пульпа не смущает? Немножко Не должны быть так наклонены Видишь как стояки понакланивались Сама просто стенка потрескалась Получилась Давай пройдем дальше Потому что стрёмно Все у меня уже порвалась вторая нога Само оторвалось Чтобы удобнее приседать было Никакой нагрузки не давали Дешевка порвалась Да хорошо что с неба еще вода не капает Потому что Сусанин мне говорил что с неба будет много воды И это все могло бы сюда вот так зайти Серега скоро будет Да Все еще впереди значит Небо 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 Сейчас тебе будет вода С неба Ладно Короче Пришли к одной из финальных точек Вот это вот то что я вам говорил Смотри сюда Вот видите монашеские старые ходы А А сколько лет этому тоннелю? Тут сложно сказать Потому что здесь пересекались эпохи Он мог быть земляным, потом каменным, потом кирпичным, видишь? Потом снова современный рубероид, видишь, зачем-то сделали. Непонятно. Никто не может сказать. Это история уже все. Короче, это выход на территорию первой части Вавры. А, это ливневка. Ливнесток. А куда мы вышли? Не знаю. Ты открывал его? Ну куда ты открывал? Ну сейчас карантин. Там чуваки с оружием, у нас гвардия военная. Да, лучше не рыпаться здесь. Ну как бы так вот видно, что территория Вавры. Сейчас мы на телефон высунули. Какие-то хоз дворы, видишь? Мы вышли в какой-то вообще закоулочек. Маленькая такая щель, может быть, даже сюда они какие-то помои сливают. Вообще, что угодно может быть. Походу еще какой-то проход был, его тоже замуровали. Вот тоже я вчера его и нашел. И вот так вот, просто с дренажки, мы попали в старинный монашеский ход и тупо вылазим в подвал церкви. Мне тоже вылазить? Да, ну снимешь. Наверное, не гори сильно, в рамках, значит. Ох, нулазь. Я просто не понял, как вы лезли. За что тут ход эксплуатация? На скорых, вахтем, на распирации. Это типа фундамент какого-то здания? Вот, смотри, Слав. Я вчера тут замаскировал, вчера ночью ковырял. Еще, чуваки, стало заметно теплее, потому что в тоннеле сырость большая, а здесь уже очень прямо жарко. Но это уже чистой воды вандализм. Смотри, видишь? Порода неоднородная, засыпана мусором. Смотри, стекло, видишь? Значит, это люди сделали. Я палкой туда стрекал, дальше пустота. Ну, тут реально видно, что вот идет арка. Был тоннель полностью заделанный. Я-то думаю, прямо в пещеры выход, где мощи святые лежат? Не знаю. Это же Сутаня, да, если мы проковыряем этот проход и залезем туда, это будет тандализмом считаться? Или хрехом каким-то? Ну, святотатство как минимум, а то может и криминальная статья. И? И? Ага. Звучит, как будто там полость. Кустота, любишь? Ну, этому тоннелю сто лет, по крайней мере. Ну, тысяча лет. Короче, чуваки, ну вот очень много таких выходов. Напишите в комментариях, что делать. Разбивать так откровенно, это, конечно, вандализм и святотарство. Я пишу разбирать, оно не надо разбивать, оно не держится. Или как-то официально подойти к этому вопросу. Напишите, интересно выяснить, что с той стороны? Да. Бабана, убана, мы ебаня, кабана. Так, друзья, я вам хочу напомнить, не забывайте, что у нас происходит розыгрыш супер сталкерского противогаза. А для того, чтобы его выиграть, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать самый оригинальный комментарий, что бы вы хотели сделать, что бы я хотел сделать в следующей серии, что бы вы хотели, что бы я сделал в следующей серии. И вы играете в супер крутой сталкерский военный противогаз. Все, а мы идем дальше снимать для вас исторические подземелья по центрам Лаврских пещер. Ниже пещер, ниже. И вот такими хитрыми маневрами диггеры путешествуют под землей безнаказанно и незамеченно проникают на чердаки, в подвалы, куда угодно. И что самое главное, по итогу выходят сухими из воды. Ха! White Jays, White Porsche, White Rays, White Horse. И, кстати, друзья, здесь живут подземные свречки, это исконные жители подвалов. Нормально тусуются, классно, здесь себя чухают, шелят своими погаными усами. И, короче, кайфуют, суки. Не, подпочек. Ого, он меня атакует. Ну, пацаны, посмотрите, треснул потолок полностью, огромная балка породы, висит просто в воздухе. Посмотрите, какая щель. Посмотрите, друзья, потолок просел, тоннель полностью перекосился, ну, зацените. Перекосаёжилось, всё. А куда этот тоннель идёт? Я выходил на территорию Лавры, я его когда-то копал, там земля была дальше. О, посмотрите, посмотрите, в каком состоянии. И вот в таких вот тоннелях лазят диггеры. Кирпичи повысыпались, всё повываливалось. И вот потом машины уходят под землю, и власти удивляются, почему такое происходит. У меня жутко, реально. Эта херня, если вывалится сверху-то, я тебя хер оттуда достану. Давай назад, слышишь? Ну, в бане. Пубертар. Так, ну что, друзья мои, Серёга, Дима, насладились с историей, насладились с кайфом. А теперь нас ждут американские горки. Самое интересное. Ха, как ты думаешь, куда нам, Серёга? В водопаду? Серёга, смотри. Вон туда. Нам эту дырку? Да. Как мы сейчас по ней помним. Мне реально нужно лёжно ползти. Покажу, как это делать. Короче, за вот этих дырок, у меня сейчас всё полностью внутри будет. Возможно, даже проще реально сейчас оторвать это всё, чем просто набрать сюда воды и ходить с ней. Как думаете? Не-не-не, короче, там высота очень большая. Осторожно, ты залазишь пузом, аккуратно берёшься за лестницу и вытягиваешь тело. А я с камерой смогу там встать? Да, там на рельсу встать. Большая? Что? Большая труба, длина? Длина такая её. А мне нужно сколько? Метр. А, метр? Да. Ой, нашёл себе нахер на. Это вам не по метро лазить и не по коллекторам. Это исторические подземелья, сэр. Димон, сэр. Ты ногами нащупываешь точку опоры. Сейчас попробуем. Друзья, я Суперсус, я только для вас это делаю. Реально это стрёмная херня. Только для вас стараюсь делать такой контент, который не сделает никто. Вот это да, вот это американские горки. Ты сейчас когда Учку увидишь, ты охренеешь тут. Тут такая высота, у меня лампочка не достаёт до дна. Всё, пацаны, мы вылезли в такой колодец. Вот наша труба и вот такая яма. Всё, Серёга, давай. Аккуратно тут яма. Да, лежу. Только немножко трёмно. Пацаны, тут неудобно снимать, неудобно вообще стоять. Фиксируем как можем. Аккуратно, Серёга. Да. Одевай капюшон, крепко намокнет. Конечно, одевай, отбьёт меня. Серёга. Окей, я не зря в пульку разойдёт. Человек в стихии. В стихии страшная вещь. Застрял? Не, а мы это. Вот это да. Сейчас мы и там будем. Да. Аккуратнее держись крепко. И всем хорошего, приятного просмотра. Аккуратно, как вам спуск? Да вот дерьмо, короче. Смотри, оторвалось полной штаной воды. Уже капец понабиралось. Дешёвка трёхрублёвая. Мне понравилось очень. Особенно вот впечатлениями от лестницы остался. Вот этот колгоном, короче, вот этим обреклило. Сверху видно, что она тоненькая была. А снизу вот такая уже, реально еле протиснулся. Я вот спускался, короче, у меня вот карабин раскрылся такой пластмассовый. И фонарик отлетел, короче, Димон там сзади шёл. Да, вот спасибо большое, что вернулся, забрал. Жалко было бы потерять фонарик. Назад дороги уже нету. Что ты ноги промочил? Да, промочил через эту дырку, короче, когда под водопадом полк. Короче, набрало так, ну, немало уже, но терпимо ещё. Вот пришли к финальной точке. Вот шлем Бура подвертый, вот под верёвку мы навязывали когда-то давно. А они нас выдержат? Конечно. Серёга, выдержат нас такие? Я не знаю. Ну, конечно, мы за них разались. Посмотри вниз, покажи людям, куда нам сейчас надо будет ползти. На верёвке? Да, придержу, это вперёд. Друзья, и вот туда сейчас мы будем спускаться на верёвках. Безда, какая глубина? 15. 15 метров. Лестницы нет, будем использовать спецснаряжение. Что, Серёга, как такой спуск оцениваешь? Ну, стрёмно. А? Стрёмно. Ну, короче, за две вот таких завяжемся, будет нормально. Видишь? Да. Всё, они выдержат. Я вообще волнуюсь не так за какой-то верёвочный момент, как больше за то, насколько надёжный этот колодец, в котором мы находимся. Потому как некоторые круги, они просто их посмывало, я забыл, как это явление называется, в сторону. Смывание. Не, оно просто по-другому называется. Не, оно просто по-другому называется. То есть, если мы где-то будем, мы райт, зацепим его, ударим, его может просто вот так на пару метров в сторону откинуть. И реально вот этот момент меня больше пугает. Не бойся. Не бойся, я тебя защищу. Короче, значит, вяжемся за эти две, смотри, Серёга. Вяжемся сюда и страхуемся ещё за ухо. Скорее всего, да, будем за две вот эти вязаться. И за две ухо ещё. За вот это будем вязаться? Да. Вот это, вот это. И смотри, вот с этой стороны ещё. Думаешь, нормально? Конечно. Но в ухе я точно уверен. Серёга, осторожно, я тебя умоляю. Я тебя молю, крышком Богом. Короче, друзья, у нас финальная передышка перед спуском. Сейчас оденем снаряжение, немножко перекусим и в бой. Серёга, как оцениваешь спуск вообще этот? Стрёмный, реально стрёмный. Ну, у нас что-то получится. Это 100%. Либо разберём всё, либо будем жить. Ну, хотелось бы, конечно, жить. Не, реально, типа, без преувеличения вот этот спуск, он, мне кажется, очень слёмным. А чего тебе боятся там? Ну, блин, не от хорошей же погоды. Вот эти круги, которые, ну, как в колодце, они стояли ровно. И его просто там на полметра смыло. Замучил ты меня этими усами уже целый месяц, не сбривай, не сбривай. Ну, перед спуском вообще это плохая традиция, конечно, на самом деле. Сколько ты эти усы отращивал? Месяц. А чего ты сейчас их сбиваешь? Ну, чтобы Серёга видел. Вообще какой-то такой, знаешь, нежданчик сидим, обсуждаем серьёзные вещи. Сейчас спускаться будем, я вообще задумался там о безопасности какой-то. Тут Сусаня достаёт мыло, начинает сетереть лицо, достаёт станок и бреет усы. Я, честно, вообще в шоке, куда я попал, что будет сейчас дальше. На ответственное мероприятие нужно прихорошиться, припудрить носик. Да, да. Какой-нибудь водой смачивай, потому что на сухую масла есть. Можешь полой смазать. Ты что, так оставишь или будешь забривать? Он с усами был похож на офицера. И пьёт так диковон. Ох, офицер. Попробуй надуть вот так щёку. Не, не, вот так одну надуть, да. Чтоб у тебя вот тут носогубная складка выровнялась. Носогубная складка. Вот сюда можешь языком, короче, добраться? Почти вот так, да. Да ты где кого-то брить? Я сам он не люблю бриться. Ну всё, осталось только умыться, и тут, короче, прям чуть-чуть под носом осталось. Красота. Ого, натуре помолодел сходу. Мне кажется, с усами всё-таки лучше было. Вы как думаете, ребята? Лучше было с усами или без? Замолодили сусами. Слушай, Серёга, а что скажешь про новые зубы сусанячие? Крутые зубы? Красные? Да. Я правда, короче, когда узнал, что сусанину будут ставить зубы, я думал, что ему прям такую, знаете, голливудскую белоснежную улыбку сделают. Но он, короче, выбрал такой более естественный цвет зуб. И для меня это нежданчик немножко был. Вообще в самом круто, мне кажется. Намного лучше явно, чем было. Ну, и плюсов, наверное, в жизни тоже от этого больше. Конечно. Как слышишь, вот смотри, ты уже две недели практически проходил с новыми зубами. Какое первое впечатление от шухлядки? Ну, слушай, классно. Классно жрать нормально можешь. Мне живот болеть перестал. Я же глотал всё мясо. Давил нёбом и глотал. Ага. А сейчас нормально, всё жую, орехи уже ем даже. А гигиену соблюдаешь рта? Да. Как ты его рот чистишь? Вот. Ну, зубную щётку используешь? Нет. Я сегодня с утра прочёл такую фразу, что немытый после еды рот, это как немытая посуда. Поддерживаешь? Угу. А визуально как тебе? Визуально отлично. Хожу в зеркало вот так вот смотрю, подсокиваю. Что, какой следующий этап самосовершенствования? Ого, отрезать. Посмотрим, даст Бог что-то придумает. Ну реально какие-то ставишь дальше цели? Да. Какие? Машину купить. А что, машину, чтоб транспорти не ездить? На какую машину ты хочешь? Ээээ, такую, чтоб можно было по лесу ездить и ёлки давить. Икея у тебя приоритетные марки автомобилей. У меня? А? А. А судьи. Ладно, ну что, собираемся будем лететь. Да. Уже! Вы опять б accelerating упорной отметки! Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok